Всем привет! Сегодня у нас разбор полетов номер 2. Сегодня у нас интересный случай. Два человека прислала флай, очень похожий. То есть у них есть там оборотов 7 флая, но нет амплитуды. Посмотрите, как они делают, дальше разберем. Парни, я не устаю советовать об одном и том же. Делайте спички. Еще раз показываю, как они выглядят. Будете их делать, будет высота сзади. У вас в обоих нет высоты сзади, поэтому флай кажется негативным. Еще одна вещь, которая вам нужна, я как бы всем советую, те, кто пробовал, вроде вытягивает все нормально. Сделайте один оборот, зайдите назад вот таким вот образом. Левую руку не ставьте. Смотрите боком с левой рукой. Сделайте так, и я думаю, что вы поймете, как держать ножки сзади на высоте. Третий нюанс, парни, то, что вы не толкаетесь руками. Руки используются у вас как опоры. Еще раз напоминаю, руки толкаются, причем синхронно с ногами. То есть если вы ногу левую, да, если вы с левой руки флай делаете, левую ногу тянете на мах и одновременно жмете левой рукой в бок. То есть левая рука давит вас вправо вместе с левой ногой. Правая рука делает то же самое, синхронно с правой ногой. Еще раз берем хедспин в этом видео. Парень прислал хедспин с интересной ошибкой. То есть чисто визуально, вроде все нормально, и можно сказать, долги дальше, все будет хорошо. Но я бы исправил пару нюансов, чтобы этот прогресс настал все-таки побыстрее. Смотрим. Первый нюанс, что нужно ноги держать. Под угол к себе сильнее. То есть ты вроде держишь нормально, но я тебе уже говорил, да, визуально. Покажу, чтобы было понятнее. Приготовил свою кассу. Бока буду делать. У тебя ноги выше, чем нужно из-за этого поясница вправо. Такую поясницу тяжело держать. Чем ниже опустишь, тем проще держать поясницу. То есть можно даже чуть-чуть пробалансировать в таком положении, чтобы было поудобнее. И следующий нюанс, бочку тренируй, я тебе уже говорил, да, ручки вперед, а не у тебя как-то в стороны. Потренируй с одного маха. То есть вставишь на голову, и с одного маха будешь... Как-то так. И следи за руками, потому что если будут руки где-то здесь, или вот здесь, сразу будешь заваливаться. На ноги вообще пока внимания не обращай. Просто хотя бы накрути стабильно и держи посильнее горка. Еще один нюанс, не очень заметно, конечно, но есть претензии к перестановке рук. То есть я сначала вообще подумал, что ты ими только толкаешься. То есть если ты видел обещал, то говоришь, что толкаться от пола нельзя. Нужно именно протаскивать свое тело. Потом я пересмотрел еще раз 20 это видео и понял, что ты все-таки протаскиваешь. Но при этом настолько слабо перекручиваешь руками, что из-за этого скорость маленькая. То есть вот смотри, сейчас попробую тебе наглядно объяснить, как ты делаешь и как нужно делать. Первый вариант, как ты делаешь. Надеюсь, получится. Ну то есть, грубо говоря, я очень часто переставляю руки не на большое расстояние. А нужно, ну как можно сильнее скручивать в сторону кручения, чтобы потом была амплитуда для маха сильнее. Смотри. Тогда у тебя почка будет быстрее и не будет запар с балансом. Еще помни, что чем быстрее ты крутишься, тем легче крутиться. Ребята, надеюсь, был полезен. До свидания. Продолжение следует...